Мысли веры. 3 августа. Стены истины. «И я буду для Него, говорит Господь, огненную стеною вокруг Него, и прославлюсь посреди Него». Книга пророка Захарии, 2 глава, 5 стих. Не дай Бог, я согрешу, но если я согрешу, то это не я. Это моя плоть, действующая через природу Адама во мне. Не приведи Бог, чтобы я согрешил, а затем пожал испытания, проверки и последствия практического греха, возможно, принося порицание драгоценному владыке. Часто люди продолжают в тех же самых борениях. Они хорошие люди и любят Бога, но не могут понять этот смысл духовно, хотя знают его интеллектуально. Они не могут практиковать его, потому что начинают неправильно. Необходимо сфокусировать свой взор на Иисусе, распятом и прославленном агнце. Это христианская жизнь. Всегда начинайте с факта, что вы во Христе. Никогда не используйте факт, чтобы продолжать в грехе, но используйте его для того, чтобы быть как он, измененным в его образ, обновленным его умом, послание к Ефесянам, 4 глава, 23 стих, и преображенным его словом. Когда мы доступны для обучения Божьему слову, тогда категории доктрин сплетаются вместе, чтобы стать мощной стеной. Мы охраняемый стеной огня. Через доктрину, слава Бога, отражает его природу внутри. Эта огненная стена – обеспечение завершенной работы, которая никогда не изменится. Карл Стивенс